МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире новости. В студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. Укрепление внешних границ ОДКБ, расширение сотрудничества и меры по противодействию мировому терроризму. Приоритеты коллективной безопасности сегодня определяют в Ереване лидеры шести стран-участниц военно-политического союза. С рабочим визитом в Армению прибыл и президент Беларуси Александр Лукашенко. До начала встречи глав государств, вопрос укрепления военного сотрудничества, совместные усилия по обеспечению пограничной безопасности, реагированию в условиях чрезвычайных ситуаций обсудили главы внешнеполитических ведомств, министры обороны и секретари Советов безопасности государств ОДКБ. Это, напомню, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В эти минуты проблемы коллективной безопасности главы стран-участниц обсуждают в узком составе. После сессия Совета безопасности продолжится уже в расширенном формате. Напомню, сегодня к Беларуси перейдут полномочия страны-председателя ОДКБ. Александр Лукашенко озвучит приоритетное направление работы организации на ближайшую перспективу. Планируется, что по итогам встречи лидеры стран Альянса подпишут около 20 совместных документов. Беларусь является страной, которая четко придерживается принципов следования стратегии безопасности. Такие первые выводы экспертов МИСИ МАГАТЭ. Они завершают работу в нашей республике. За две недели была проведена комплексная оценка инфраструктуры в области ядерной и радиационной безопасности. Помимо площадки, возводимой в Островце, МИСИ посетила Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» и Республиканскую больницу медицинской реабилитации. По итогам работы будет подготовлен документ по оценке ядерной безопасности белорусского проекта. Квадроциклы, болотоходы, катера и моторные лодки. Пинские пограничники получили технику и оборудование на сумму более чем 2,5 миллиона евро. Новинки будут применяться в охране рубежей. Отмечу, передача в спецтехники состоялась в рамках международного проекта, который финансируется Европейским Союзом. Так, благодаря его реализации, уже произведена модернизация инфраструктуры на белорусско-украинском участке госграницы. В целом, проект выгоден всем сторонам, учитывая вопрос национальной безопасности в контексте миграционной ситуации в мире. Мы не только обеспечиваем безопасность свою пограничную и своих границ, мы также обеспечиваем безопасность Евросоюза. Мы не пропускаем туда незаконных мигрантов, оружие, боеприпасы и так далее. Поэтому это взаимный интерес, чтобы наши границы с Евросоюзом были укреплены. Великобритания может передумать покидать Евросоюз. Об этом заявил глава Евросовета, выступая в Брюсселе. Дональд Туск отметил, что есть другие варианты исхода событий, которые не требуют таких кардинальных решений. Глава Евросовета подчеркнул, что возможно любое развитие этой проблемы. Но он сам надеется на то, что Великобритания останется в числе участников Евросоюза. Напомню, решение о Брексите было принято 23 июня на референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС. По его итогам Тереза Мэй заявила, что должна подчиниться воле народа. Президент Колумбии объявил о продлении режима прекращения огня против повстанцев из революционных вооруженных сил до конца декабря. Глава государства принял такое решение после встречи с молодежью, которая проводит в стране марш за мир после отказа колумбийцев на референдуме поддержать окончательный мирный договор с повстанцами. Президент объявил о начале нового диалога. Власти надеются, что в документ возможно внести изменения, которые устроят две стороны конфликта. Крупное дорожно-транспортное происшествие в Северной Осетии. На трассе столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Армению, и автовоз. Пять человек погибли, около 30 получили травмы. Среди раненых четверо детей. Всех пострадавших госпитализировали. Беслане открыли пункт временного размещения. С людьми работают психологи. В район аварии стянуты пожарные, медики и спасатели. Участок трассы пока закрыт для движения в обоих направлениях. По предварительным данным, водитель автобуса мог отвлечься или заснуть за рулем. Ураган Николь, который обрушился на Бермудские острова, оставил без света более 80% потребителей, проживающих на заморской территории Великобритании и Западной Атлантики. В результате удара стихии из домов сорвана кровля, вырваны с корнем деревья и перевернуты лодки. Никто из людей серьезно не пострадал. Ураган ослаб до второй категории и покинул Бермуды. Ожидается, что шторм утихнет в ближайшие дни. Тем временем число жертв урагана Мэтью на юго-востоке США возросло до 42. Без электричества на пятый день после того, как стихия покинула территорию штатов, остается более 40 тысяч человек. Пожар в туристическом автобусе в Южной Корее унес жизни 10 человек. Остальные 10 смогли выбраться из захваченного огнем транспорта и были госпитализированы. Врачи борются за их жизни. По предварительным данным, у автобуса во время поездки взорвалось колесо, а после он врезался в заграждение. Правоохранительные органы ведут расследование происшествия. В Швеции мужчина в маске клоуна напал с ножом на юношу. Пострадавший получил легкое ранение в плечо. К слову, это не первый случай атак людей в костюмах шутников на жителей в различных регионах королевства. На днях двое неизвестных напугали так женщину на юге страны. Отмечу, подобные инциденты случались в ряде районов США минувшим летом. При одетые в шутовские костюмы люди пытались напугать окружающих или нанести им телесные повреждения. Целая серия таких же происшествий охватила Великобританию в последние два месяца. Полиция Швеции крайне обеспокоена распространением таких случаев. В Нью-Йорке коляска с младенцем упала в шахту лифта с 23 этажа. Девочке было всего шесть недель. Она погибла. Женщина с детской коляской ждала лифта. Когда двери открылись, она сделала шаг вперед, но кабины там не оказалось. И коляска с ребенком упала вниз. Полиция ведет расследование происшествия. Белорусские военные химики провели учения со стрельбой огнеметного батальона. Противник, с которым приходится сталкиваться войскам радиационной, химической и бактериологической защиты, по сути не видим. Вирусы, бактерии и газы с таким неприятелем важно работать на опережение. Поэтому каждое занятие это розыгрыш учебно-боевой ситуации, когда отравляющие вещества вполне реальны. Самое сложное, конечно, для военнослужащих преодолеть для себя страх огня и дыма. Потому что при прохождении полосы очень много ее элементов остается незаметным. Тем самым служащий может протеряться на этой полосе. Самое интересное мероприятие, где можно было выложиться на все сто, это фактически все учения. Запад 2009-2013. И на грядущих учениях он также будет участвовать. Порядка двух сотен аварийных отключений произошло в Минске. С начала отопительного сезона. В каждом случае для их устранения потребовалось менее суток. Аварийным бригадам на выполнение заявок пришлось выезжать более 15 тысяч раз. Впрочем, это гораздо меньше, чем прошлой осенью. Напомню, отопительный сезон стартовал в Минске на минувшей неделе. Подключение поэтапное. Теперь очередь дошла до общественных и административных зданий промышленных предприятий. В Беларуси отмечается День матери. Этот праздник имеет в нашей стране более чем 20-летнюю историю и свои традиции. Повсеместно в эти дни принято не скупиться на добрые слова и поступки в честь тех, кто дарит жизнь. Беларусь – одна из немногих стран постсоветского пространства, где вручается Орден Матери. Его удостойны свыше 8 тысяч женщин, которые родили и воспитали пятерых и более детей. Искреннее пожелание всем матерям в честь праздника направил президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что для каждого человека с образом матери связаны самые теплые чувства, светлые и счастливые воспоминания. Материнство воплощает лучшие человеческие качества. Самоотверженность и благородство, заботу о ближних и исследование высокому моральному долгу, духовность и нравственность, которые сегодня особенно нужны нашему обществу, говорится в поздравлении президента. Православные сегодня отмечают праздник Покрова с Пресвятой Богородицы. Верующие обращаются к ней с просьбами о защите и помощи, вспоминают события X века Византии. А в обрядовой бытовой культуре белорусов в этот день начинался сезон сватовства. Девушки спешили в церковь просить себе хороших женихов. С давних времен праздник был своеобразным рубежом между осенью и зимой. И напоследок удивительный танец сотен тысяч скворцов. Необычное зрелище в болотистой местности национального заповедника Дании можно наблюдать в эти дни. Здесь птицы отдыхают по пути на юг, где проведут зиму. На закате стая устраивает настоящее шоу в небе. Такой полет совершают птицы, чтобы отпугнуть хищников. Скворцов так много, что они периодически закрывают весь горизонт. Феномен здесь называют черное солнце. Каждый год посмотреть на причуды крылатых приезжают тысячи туристов. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 16.30.